Продолжение следует... В адрес фонда уже сейчас направлено 161 обращение. Они дают представление о том, какие точечные поправки в региональное или федеральное законодательство необходимо внести. Все детали мы узнаем у Владимира Кравченко прямо сейчас. Он на прямой связи с нашей студией. Владимир Казимирович, приветствуем вас. Здравствуйте. Фонды защитники Отечества открылись в регионах около месяца назад. Удалось ли уже сотрудникам в Томской области наладить системную, качественную работу с участниками спецопераций и их семьями? И какие у вас остались в целом впечатления? Да, я вчера побывал в Филиалле фонда, ознакомился с работой. Это было в середине рабочего дня, было достаточно многолюдно. Как раз на приеме были два участника боевых действий. Один как раз после ранения, вот один из вопросов, который он задал, мы сейчас взяли в работу. То есть система разворачивается на сегодняшний день. Понятно, что, как всегда, на этапе становления возникают разные вопросы. Но для этого в Томской области по распоряжению губернатора создана межведомственная комиссия участников специальной военной операции. Она так и называется. Куда входят представители разных департаментов от социальной защиты и заканчивая муниципальным развитием, то есть территориальным развитием, ну, по сути дела, муниципальными образованиями Томской области. Вот вопросы, которые возникают и которые требуют законодательного разрешения, я попросил как раз, чтобы подготовили обращение, чтобы потом их уже перенаправить в ту рабочую группу, которую возглавляет Андрей Анатольевич Турчак. Ну, наверняка вам известно, с какими проблемами чаще всего в фонд Томской области обращаются участники спецоперации и их родные. В чем они заключаются? Ну, мой опыт, личный опыт после приема, как раз я проводил такие специализированные приемы, были обращения как раз и от семей погибших, были от ребят, которые прибыли из зоны боевых действий, не уволены из вооруженных сил, находясь здесь. Ну, вот как пример, в Томске это одна из проблем, потому что у нас нет специализированных военно-медицинских учреждений. И если необходимо лечение, вот в период нахождения здесь дома, до возвращения в часть, то есть приходится получать направление и ехать либо в Новосибирск, либо в Юргу, это достаточно удалено, там 100 и 240 километров соответственно. Поэтому одно из предложений наших будет, чтобы заключить в Министерство обороны для таких территорий, где нет военных госпиталей и других военно-медицинских учреждений, чтобы предусмотреть заключение соглашения с Министерством обороны для лечения в гражданских медицинских учреждениях такой категории. Вот мы как раз планируем это направить в рабочую группу. А к вам лично, как к сенатору от региона, часто обращаются участники спецоперации или их родственники с какими-то вопросами, просьбами? Да, конечно, то есть я руку держу на пульсе и вот еще раз повторюсь, и личные приемы и пишут, и в социальные сети, и приходят. Какие-то вопросы решаем, но в частности был один вопрос, семья погибших получила компенсацию, там была задержка, но вот, слава богу, вопрос решился. Есть обращение тяжелое, это семьи, где без вести пропавший военнослужащий, житель Томской области, тоже этот вопрос решаем. И мы законодательно, кстати, вот совсем недавно вносили изменения в закон о таких, к сожалению, таких бойцах. Ряд других вопросов, но все это на уровне региона решается. Есть вопросы по санаторно-курортному лечению, вот находим варианты. Пока вот так индивидуально подходим, как говорится. Кстати, вот тоже этот вопрос, который необходим по предложению Андрея Анатольевича Турчака, вот тот стандарт, о котором вы говорили, там включено в том числе и санаторно-курортное лечение. Но, безусловно, на это требуются средства, и поэтому я думаю, что мы в ближайшее время здесь с губернатором, с депутатами будем смотреть, как этот вопрос можно решить на региональном уровне. Ну и, наверное, в любом случае встанет вопрос, все-таки об этом уже и говорили на площадках в Совете Федерации, что региональный стандарт, состоящий, допустим, из 20 мер, он должен быть и наполнен в части финансирования, чтобы он не отличался территория от территории. Мы знаем, неоднократно эту тему поднимали, что бюджетная обеспеченность регионов разная, и, соответственно, и возможности разные. И вот здесь хотелось бы на это обратить внимание, что если это даже будет региональный стандарт, в части финансового обеспечения он не должен отличаться. От региона к региону вы имеете в виду? От региона к региону, да, Светлана. Раз уж вы заговорили про единый региональный стандарт, ну, действительно такая новая система, как вы считаете, что он обязательно в себя должен включать, помимо того, что он должен быть единым для всех? На мой взгляд, и с учетом опыта, который у меня есть в организации подобного учреждения в начале 2000-х годов, для другой категории ветеранов боевых действий, тогда это были ветераны боевых действий из Афганистана, Вся система должна сопровождать вернувшегося с войны гражданина, жителя региона, да, то есть от момента возвращения, от момента получения удостоверения участника и заканчивая вопросами медико-психолога социальной реабилитации. То есть здесь, ну, в принципе, большинство этих вопросов, на мой взгляд, отражены как раз в стандарте, да. В части и санаторно-курортного лечения, да, и диспансеризации, и прохождение диспансеризации, и при необходимости дополнительного лечения в специализированных клиниках, в федеральных центрах специализированных. И заканчивая вопросами бытовыми, газификация земельного участка, предоставление, соответственно, субсидий на подключение к газу, то есть вот эти вопросы. То есть молодой человек, вернувшись с войны, он должен, а, чувствовать, что государство о нем заботится, то есть решаются все социально-бытовые вопросы, при необходимости пройти переобучение, и такие программы, я знаю, что в регионах разрабатываются, получить новую специальность, если он по старой в силу объективных причин не может работать. То есть, чтобы он чувствовал свою востребованность, уже находясь здесь, в мирном состоянии, на родине. Спасибо, Владимир Казимирович. О поддержке участников спецопераций и членов их семей мы говорили в прямом эфире с сенатором Владимиром Кравченко. Продолжение следует...